Уважаемые коллеги, я рад представить опыт детского института онкологического научного центра. Как мы все прекрасно знаем, в структуре заболеваемости детей злокачественными новообразованиями лимфома находится стойко на третьем месте в течение уже нескольких лет и представлены лимфомой Ходжкина и гетерогенной группой неходжкинских лимфом. И видим, что отличительной особенностью неходжкинских лимфом у детей является преобладание агрессивных и высокоагрессивных вариантов. Индолентные лимфомы у детей не встречаются, и в рамках этих высокоагрессивных лимфом более трети приходится на группу зрелоклеточных B-клеточных опухолей, представленных группой крупноклеточных лимфом B-клеточного происхождения и лимфомой Бёркета. Интересно отметить, что современные программы терапии являются высокоэффективными, прошу прощения, и позволяют получить практически стопроцентную бессобытийную выживаемость у детей с ранними стадиями лимфомы Бёркета и диффузной B-крупноклеточной лимфомы. В то время как результаты лечения поздних стадий составляют большую терапевтическую проблему, но тем не менее, в отличие от взрослых, все равно порядка 80% бессобытийная выживаемость по данным ведущих мировых клиник, занимающихся лечением лимфомы детей. Ситуация в России несколько хуже, и мы видим, что бессобытийная выживаемость в клиниках по России составляет порядка 55-60%. Какие же пути модификации и улучшения результатов лечения? У взрослых применяется ретуксимаб, и все мы прекрасно знаем эти данные, которые показали высокую эффективность препарата в схемах ЧОП против РЧОП. В то время как у детей лечение моноклональными антителами, в том числе ретуксимабом, это не разработанная тема. Нет ни одного рандомизированного исследования, и это понятно, потому что мы не можем по правилам проведения клинических исследований брать ребенка на заведомо менее эффективную ветвь. То есть ветвь терапии с ретуксимабом у взрослых показала большую эффективность, поэтому лечить без ретуксимаба прогностически неблагоприятные группы риска и стадии заболевания у детей мы не можем. Кроме того, для проведения клинических исследований нам необходимо согласие обоих родителей, а в России, к сожалению, большое количество семей неполные и так далее, и так далее, и так далее. Неотработанные режимы дозирования, они заимствованы из схем взрослых, кратность введения не определена, как вводить монотерапию или вместе с традиционными схемами, это тоже большой вопрос. В мире стартовало исследование в виде применения ретуксимаба в режиме окна, когда препарат вводится и оценивается эффект на пятый день, а с пятого дня начинается интенсивный протокол группы BFM. Итальянские группы исследователей предлагают включать ретуксимаб в группе больных четвертой стадии и четвертой группы риска, но на третьем блоке лечения, когда не получен полный эффект после первых двух блоков. Таким образом, мы решили в нашей работе определить роль и место моноклонального анти-CD20 антитела в лечении Б-клеточных лимфом, и для выполнения цели мы поставили перед собой задачу определить показания для ретуксимаба, проанализировать токсичность и переносимость, оценить результаты лечения при включении в программу ретуксимаба и сравнить с историческим контролем, и определить возможность редукции количества блоков при достижении раннего полного эффекта у детей. Сложная таблица. Хотел только остановить ваше внимание на том, что это крайне неблагоприятные больные. Все это больные с высокоагрессивными лимфомами, поздние стадии, поздние группы риска, поражение костного мозга центральной нервной системы, развитие асцита плеврита, гемодиафильтрация, которая потребовалась у нас у 10% больных в связи с тем, что тумор-лизис-синдром, синдром острого лизиса опухоли развился как спонтанный, так и на начальных этапах лечения. В нашей работе мы включили ретуксимаб в каждый блок химиотерапии. Это пилотное исследование. В нулевой день каждого блока включили ретуксимаб и получили замечательные результаты. Более 95% больных у нас выжили, и никаких признаков рецидива и прогрессирования заболевания мы не отметили при медиане наблюдения порядка 50 месяцев, тогда как в группе исторического контроля этот показатель составил 75%. О неудачах в терапии я скажу чуть позже. Получив такие результаты и еще раз обратившись к литературе, мы нашли ряд работ, в которых было показано совершенно достоверно о возможности редукции числа блоков химиотерапии у больных промежуточной группой риска, у тех, которые рано ответили на лечение, у которых получен ранний полный эффект. Показано отсутствие различия в группе с редукцией блоков и группа без редукции. Поэтому мы также решили редуцировать количество блоков, но пошли несколько дальше. Мы редуцировали количество блоков в группе больных не только промежуточного риска, но и в четвертой группе больных в группе высокого риска. И следующий момент. Мы при получении раннего полного эффекта на блоках с маптерой, дальнейшее лечение, чтобы не удорожать стоимость терапии, мы проводим без ритоксимаба, поскольку исторически совершенствование программ химиотерапии у детей шло по пути эскалации доз химиопрепаратов. И, имея данные о том, о биологии высокоагрессивных лимфом у детей, они являются чувствительными к химиотерапии, и важным является выполнение того тезиса, который исторически сформировался, дать максимум препаратов разного механизма действия в короткую единицу времени. Это и составляет суть той блоковой программы, по которой мы лечим. Пятидневные высокодозные высокоагрессивные блоки, которые проводятся каждые две недели. С дозой метатриксата 5 грамм на метр квадратный в течение суток 24 часов вводится. Цитозар 12 грамм на метр квадратный. Поэтому такая высокоагрессивная терапия позволяет получить те замечательные результаты в этой неблагоприятной группе. И редуцировав количество блоков, мы получили бессобытийную выживаемость у 94%, при медиане наблюдения порядка 40 месяцев. То есть, редуцировав количество блоков, мы не снизили эффективность проводимой терапии. С какими же неудачами в лечении мы столкнулись у этой категории больных? Один случай прогрессирования. Но следует оговориться, что при последующем мы, естественно, были удивлены. Из 60 больных всего один спрогрессировал. Почему? Проведя цитогенетическое исследование, мы пришли к выводу о том, что характерных транслокаций для лимфомы Бёркета мы не обнаружили. Была обнаружена реаранжировка протонкогена ЦМИК, но в нетипичные места, как при лимфоме Бёркета. Поэтому, согласно современной классификации опухолей кровотворной лимфоидной тканей Всемирной организации здравоохранения, этот больной был отнесен в группу неклассифицируемой Б-клеточной лимфомы, занимающей промежуточное положение между лимфомой Бёркетой и диффузной Б-крупноклеточной лимфомой. Рецидивов не было, индукционная летальность составила 2% и инфекционные осложнения 2%. Токсические осложнения, да, это высокотоксичная терапия, но летальность она не повышает. Побочные эффекты мы оценили, и они оказались достаточно приемлемы, и профиль токсичности и переносимости удовлетворительный. Таким образом, таргетная терапия детей с Б-клеточными лимфомами поздних стадий повышает выживаемость данной категории больных. Подобный терапевтический подход нивелировал неблагоприятное влияние поздней стадии на прогноз. Ритоксимаб не увеличил частоты инфекционных и токсических осложнений при приемлемом профиле токсичности, и мы видим, что возможно редуцировать количество этих токсичных блоков с 6 до 5 у рано ответивших на лечение больных. Благодарю за внимание.